Я бы хотела себе ухить, чтобы как дома было, я мечтаю, я хочу себе отрадовать, я хочу, чтобы вас увидел, я мечтаю, спасибо вам большое, мечты сбываются, большое-большое спасибо, я верю, что мечты сбываются. Героями нашей программы не становится случайно. Сложные жизненные обстоятельства, виной которым неадекватное поведение родителей, вот путь к эфирной славе. Для каждого нашего героя диалог – это сложный эмоциональный процесс, но в результате у него появляется возможность высказать все то, что не давало покоя на протяжении долгого времени, вылить эмоции и легко двигаться дальше. А еще появляется надежда быть услышанными теми, кто, возможно, поддержит в будущем. Помните об этом, когда будете сегодня слушать рассказ наших героев. Яркая, артистичная Анна Копылова. Сегодня перед камерой нашего фотоаппарата. Имитированная фотостудия в стенах детского дома – это первый шаг к заветной мечте девочки – попробовать себя в роли фотомодели. О заветном желании, о своем прошлом и настоящем в эфире нашей программы будет говорить та, что до сих пор ждет, надеется и верит. Ань, скажи, пожалуйста, как давно ты живешь в стенах детского дома? Я сюда пришла с пяти лет. До этого была в дом малютке. Вот сейчас мне 14. У Ани нет воспоминаний о жизни дома. Ее и старшую сестру в разные государственные учреждения забрали тогда, когда нашей героине было три года. В дом малюток девочка попала одна. Естественно, что к моменту осознанного восприятия она не могла знать об истинных причинах своего статуса. И долгое время думала, что это нормально, когда много малышей и посменная мама – воспитатель. В какой момент ты поняла, что должна быть семья у человека? Ну, я думала, что у меня никого нету. Я думала, ну, мама была, оставила и все, ее больше нет. Сестры никого нет. У нас детям приходили мамы. Я думала, мне тоже придут. Ну, я иногда думала, что не придут уже, все. И вот. Я просто думала… Ну, нам сказали, что воспитатель – это мама, и мы их называем мамами. И поэтому я привыкла к ним тоже, как к маме, обращаться. И, ну, в дом малютки я про это вообще не думала. Когда кто-то приходил к кому-то, мы все в дверь бежали, тоже ждали, кто-то придет. И мы одного человека все вот так вокруг сставали, как будто это один к нам только пришел. Я думала, сейчас придет тоже моя мама. Ну, не приходила. Тогда же и появились первые вопросы. Где мама? Где тот человек, который придет только ко мне? Но ответа не было. Приходилось строить предположения. Ими Аня заочно оправдала ту, которую ждала. Я когда игралась, там завор у нас закрыт был всегда. Я думала, что там мы игрались, и я там, ну, всегда смотрела, что там мама придет. Но я ее не знала, я представляла. Как я попала в казахскую группу, я думала, что она казашка тоже. Я не знала, что я русская. Вот. Поэтому я думала, что она казашка, молодая. И вот. Ну, я думала, что она придет хотя бы навещать меня. Я буду всем, типа, ну, не типа, а говорить, что у меня есть мама. Она скоро заберет. У меня есть мама. Это главное, что в противовес своему одиночеству может выкрикнуть ребенок своим менее счастливым соседям. Поэтому для тех, кто живет вне стен отчего дома, важно знать свое прошлое и помнить тех, кто подарил жизнь. Так надежда становится менее призрачной, а вера в чудо продолжает жить. Чудо в жизни Ане произошло. После переезда в детский дом девочка встретила сестру. Но ее вопросы все равно остались без ответов. Я у сестры спросила. Она сказала, больше не спрашивай, я отловиваюсь. Я больше никогда не спрашивала. Неужели со мной неинтересно? Интересно, я боюсь просто. А чего ты боишься? Ну, я думаю, что просто, ну, как сказать, ну, просто я думаю иногда, что скажут, что из-за того, что, ну, она не хотела нас воспитывать, поэтому оставила детский дом. Самые страшные для тебя причины и отказы это было бы просто потому, что она не хотела. В своих детских мечтах Аня придумала красивое оправдание поступку матери. Она искренне верила в то, что заботливая и любящая мама отдала детей, жертвуя вынужденно самым дорогим. Ей до сих пор сложно принять факт собственноручного отказа близкого человека. Поэтому, когда возле детской качели девочка увидела свою маму, которая пришла лишь спустя 4 года, она не стала задавать никаких вопросов, зная, что правда это больно. Я сперва не верила, ну, потом я обняла ее, я сказала, что я скучала. Ну, я ее не знала все равно, я ее скучала. Ну, когда мне сестра рассказывала, ну, есть мама все равно. Так, ну, это вот трудно было вообще. Диалога с мамой так и не получилось. Женщина недолго постояла и ушла. Она не узнала, как все эти годы ее идеализировали и ждали. Как в казенных стенах ее дочери не хватало любви и заботы. Как по кинофильмам и социальным сетям ее девочка узнавала, что такое семья и какой она должна быть. Аня осталась одна, наедине со своими переживаниями и счастливыми картинками чужой жизни в телефоне. Ну, внимания не хватало и любви. Мне еще не хватает все равно. Я как будто только одна здесь. Ну, мне всегда вот так не хватает чего-то. Ну, кажется, вот любви. В жизни нашей героини не было ласковых объятий мамы, семейных посиделок, душевных разговоров и заботы родителей. Все это она недополучила лишь потому, что близкие оказались черствыми и безответственными. Но Аня до сих пор мечтает о семье. Ее визитка для тех, кто мечтает о дочери. Мне кажется, семья важна независимо от возраста. На любом этапе, будь тебе 6, 7, 13, 50, у человека должна быть семья. Это поддержка и опора. Как ты представляешь, что для тебя значит семья? Ну, я думаю, семья – это поддержка для тебя. И все. Ну, любовь и доброта. Наша героиня сегодня – красивая, харизматичная и целеустремленная девушка. В ее ежедневном расписании много дополнительных занятий, кроме школы. Одно из увлечений – это танцы. Аня с удовольствием сама придумывает постановки, учит девочек и выступает на сцене. Ритм, динамика и азарт. Желание стать лучшими. Это здоровое увлечение не дает отвлекаться на пустяки. А еще Анна строит грандиозные планы на будущее. И это восхищает. Я вижу себя где-то директором. Я просто мечтаю быть президентом Казахстана. И вот я думаю, я буду где-то сидеть. Такая амбициозная у тебя мечта, да? А что ты делаешь для того, чтобы быть где-то директором? Ну, я стараюсь учиться на пятерке, но я просто не люблю прямо на пятерке, потому что все равно не понадобится, думаю. Я на четверке вот учусь. И надо поступать в хороший колледж. И вот поэтому я еще думаю, какой колледж поступить. Давай еще скажем о том, что ты великолепно владеешь казахским языком, да? И я так думаю, что в большей степени казахский язык для тебя стал родным. Да. Почему? Ты думаешь на казахском языке? Да. Да? Да. Мне просто удобно так. Я с маленьких лет, и поэтому мне на казахском разговаривать удобно. В завершении диалога мне бы хотелось услышать о твоей мечте. Вот на сегодняшний день о чем ты мечтаешь? Мечта Аня прозвучала для тех, у кого есть возможность и желание ее вопросов. Если это вы, звоните. Телефон горячей линии на экране. На карте нашего проекта появилась новая точка – Мангистаусская область, город Актау. Визитка города – это прекрасный и величественный каспий. Жаркен Кобылова впервые увидела его год назад, когда в силу стечения обстоятельств стала воспитанницей детской деревни. Стоя на берегу сейчас, она мысленно готовится к диалогу. Фрагменты прошлого всплывают в памяти, бьются оскалы и брызгами разлетаются в настоящем. Это не дает покоя. Девушка до сих пор не может найти ответов на многие вопросы. Решение говорить на всю страну – это попытка сказать одной единственной. Я до сих пор жду и надеюсь на встречу. Мен мамамды да, папамды да көрген жоқпын. Бір летте көрген жоқпын мамамды да, папамды да. Мамамнен папамның аралары қалай болды. Олар қай кездерде бүргет тұрды. Мен ол жәл ештене бүмейм. Мамам жәлі де ештене бүмейм. Ол нешін бізді стап кетті, нешін казыр қайда жүргенінде бүмейм. Сколько себя помнит Жаркын, рядом всегда была бабушка. Добрая, заботливая и любимая. Жили вместе в ауле, далеко от города. В поселке все друг друга знали, но о том, куда пропали родители девочки, никто не говорил. По слухам, было известно лишь одно – папа скончался, а мама куда-то ушла. Мен де сырақ болды. Мен мамам қайда, нешін осында жақдай болды деген. Бірақ мен есімді білгенден, мамамының да папамында жоқ екенін біліп өстім. Бірақ мен оған ешқандай қайғырып, нестеген жоқпын. Мен ештегенден әжем бар кезде, мен ештегенден қатты қиналмай. Өстің тек мамам мен папамын маманы болмаса, мен бірақ қатты қиындық көріп, құттай кезінде ештеген болған жоқ. Бірақ әжемден сұраған кезде, мен бірақ ешкенден қағырып, айтты қарғырып, айтты қарғырып. Бірақ мен оған ең қарға қайдық, айтты қиында кіз. Бабушка молчала, но девочка понимала, что разногласия между родственниками – не повод для матери оставить дочь. Значит, причина была намного глубже. Не задавая больше вопросов, она по-детски все равно мечтала, что когда-нибудь мама все-таки вернется. Представляя, какая она, девочка пыталась рисовать. Но каждый раз на листе бумаги не было лица. Конечно, ребенок проводил сравнение и понимал, что родители должны быть у каждого. В Кентай кезимде достарынның көнче мағанда ялып сонда кездерім болды. Мама мен, папа мен, қасымда жоу екеніне, бірақ мен сонда да айтатын. Олар менде тек бір ой болды, олар түрі. Олар самын главный бар, мен сондықтан олар бар, бірақ менен алыстатырады, мені ажеме жүрген деп сола айтатын. Мен тоғы жасқа толған шам, ажем маған толық өзі қарап, жағдайымды жасап жұмыс істеді, бәлінседі жұмыс істеді, сөгізде мен киналмайу істім тұғы жасма дейін, а мен тұғы жасқа толған езімін, ажем инсульт алып, ауырп калды. Маленькая девочка вынуждена рано повзрослела. Ей пришлось ухаживать за пожилым человеком, который практически не вставал. Прибрать дома, приготовить обед, подать больной женщине чай. Конечно, бабушка, как могла, руководила процессом и направляла внучку. Но тем не менее, маленький ребенок справлялся с хозяйством в одиночку. Пенсии часто не хватало и приходилось во многом себя ограничивать. Сегодня наша героиня часто вспоминает бабушку. Женщина смогла достойно воспитать внучку, подарить ей тепло и любовь. Но увидеть, как девушка станет взрослой, она уже не сможет. После продолжительной болезни бабушка скончалась. Самое счастливое время, по словам Жаркын, ушло вместе с ней. Агам мен ажем қатсып оғаннан кейін, біраз уақыт тұрдым. Бірақ та, маған олар мен, ондай, ыңғайлы болған жоқ себебі. Женщин болды, ол кісі, қатты, жақын тарталмады. Мені, мен же ирен салмадым. Ол кісің өзінің төрт бағасы олды. Бірақ, маған олар мен, бірақ, маған қатты, жақын тұрдым. Бірақ,у кісің өзінің, үшкен бағасы олды. Бірақ, мен өзім, үшінғі әкелдім. Собрав вещи, девушка, не задумываясь, ушла из дома, где ей было некомфортно. Никто из взрослых останавливать ее не стал. Чужой ребенок не смог стать родным. Ведь у каждого взрослого есть выбор. Нет выбора только у государства. Под свою крышу оно принимает без всяких исключений. Независимо от диагноза, цвета глаз или волос, возраста и характера. Всегда двери открыты для тех, кто остался один и не нужен своим близким. Также Аркен стала членом дружной семьи, где ее приняли, полюбили и по возможности поддерживают. Конечно, первые месяцы, по признанию самой девушки, были сложными. Она привыкала к другой обстановке, друзьям и новому статусу. Здесь был очень важен контакт с мамой-воспитателем. Ведь ежедневно именно этот человек находится рядом с детьми. Жархан – это моя единственная дочка. Очень моя правая рука, очень добрая. Во многих свободное время она любит помогать мне. Мы готовим вместе с ней, многое время мы проводим на кухне, печем пироги, баурсаки любим печь. Жархан – она очень добрая, трудолюбивая, разносторонняя. Она участвует во многих конкурсах. Так тепло и с улыбкой говорит о Жархан, ее названной в этих стенах мама. Но девушке очень хочется услышать и голос той, которая 17 лет не появляется в ее жизни. Ренжиген кездерым де олды, бірақ оданген, умыты, умыр солай болған шар деген де олар келді. Бірақ бір жағынан көргін келеді, айладе, умыт барды. Возможно, когда-нибудь девушка получит ответы на свои вопросы. И тогда же мать увидит перед собой взрослую, красивую и любящую дочь. Дочь, которая, несмотря ни на что, смогла вырасти достойной и целеустремленной. Мен шығыма бейсайғана уақыт қалып, көп, көп, кәзір осы уақытта мен көп ойда жүрім. 18 жасым, жақындақ балды, қалай эстейім. Жарқын көп, 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 көп. Много перспектив жарқын связывает с выбранной специальностью – спасателем ЧС. Нетрадиционная профессия для девушки стала выбором жарқын после экскурсии в пожарную часть. Помогать людям в беде стало для нее целью. Жарқын – взрослая девушка. Она понимает, что впереди дорога, по которой ей придется идти одной, без поддержки родителей. Поэтому старается получить как можно больше навыков, новых знаний и освоить, параллельно еще одну специальность. Я учусь в политике, МТС мамандығында учусь, но я не знаю, что я учусь. Я учусь, что я учусь, визажист мамандығын учусь и учусь. Я учусь, что я учусь и учусь. Это ноутбук «Алсамдзеен Силэккар». Поддержать девушку на этапе становления очень важно. Старт во взрослую жизнь помогают взять родители. Рядом с жарқын их нет. Поэтому давайте объединим усилия и вместе воплотим ее мечты. В первую очередь желания нашей героини звучат для жителей города Актау. Курсы визажа нужны в вашем городе. Звоните. Телефон горячей линии на экране. У каждого из нас есть мечта. Для взрослых, вернее, будет сказать цель. Потому что желания наши не столь фантастичны и легко воплотимы в реальность. Мечтая, мы не стоим на месте, а каждый день движемся к намеченной цели. Так же и наши герои. Озвучивая свое желание, они надеются быть услышанными. Для того, чтобы твердо стоять на ногах и двигаться вперед без оглядки на прошлое. Только вот в отличие от взрослых у них нет поддержки. Поэтому они надеются на вас. Умейте слышать, чувствовать и сострадать. Субтитры создавал DimaTorzok